Привет, друзья, с вами канал Два Боковых, Микаил Гусейнов, Егор Плевака, и в этом видео такое небольшое послесловие к минувшему уикенду, когда у нас боксировал Антони Джошуа, напомню, что победил Роберта Хелениуса, и сразу после этого поединка промоутер Джошуа Эдди Херн заявил, что мы идем к бою с Уайлдером, и подписание контракта на этот бой уже очень близко. Ну и вот решили обсудить потенциальное противостояние. Егор, какие твои мысли после боя с Хелениусом, есть ли у Джошуа хорошие шансы против Уайлдера? Привет всем, хочу перед тем, как начну свою реплику, сказать всем, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там прям выходит очень крутой материал у нас, очень прикольно мы увидим, прям обидно, что вы не подписаны до сих пор. Поэтому, если у вас есть возможность, конечно, подпишитесь. По поводу боя и по поводу предстоящего потенциального боя. Сейчас о нем все говорят, конечно, Джошуа Уайлдер, но давайте будем честны, не факт, что Джошуа возьмет бой с Уайлдером, не факт, что он вообще состоится. Просто как предполагаемый, мы смотрим на него, скорее всего, да, не, как бы так сказать, безальтернативный у нас фаворит, это, конечно же, Уайлдер. Почему? Потому что такие вот громоздкие, вязкие, такие вот малоподвижные боксеры, ну, как не сказать, Джошуа не то, чтобы малоподвижный, но он, в общем-то, как хорошая мишень, знаешь, по нему, вот, для Уайлдера он быстро, по нему легко, в принципе, попасть. И такие боксеры для Уайлдера просто, они очень, очень удобны, я бы сказал. Вот такие боксеры, например, как, которые могут двигаться, которые умеют защищаться, для Уайлдера просто он не знает, что с ними делать, он очень плохо с ними справляется. Такие более-менее подвижные, менее подвижные мишени, в общем-то, для него очень представляют легкую работу. Пока что, да, мы видим, что пока Уайлдер показал, что он, в общем-то, пик, удар у него не ушел, и, как бы, пик его не прошел, несмотря на то, что он уже очень возрастной боксер, да, но вот еще, наверное, сколько-то, несколько лет у него есть. Дальше, в общем, себя показывает на ринге, радует своих болельщиков, да и нас, в общем-то, нам, нам, Уайлдера, нравится. А почему ты думаешь, что Джошуа может не принять бой с Уайлдером, потому что, а с кем тогда просто? Я думаю, у него альтернатив нет. Ну, вообще, есть или он Уайлдер, в котором бой не состоял. Ну, а думаю, это уже совсем будет. Я думаю, это безальтернативный вариант для этого, для Джошуа, тем более Херн в том же интервью, сказал, что у нас был план на три боя, типа, с Уайлдером, на прочее, с Елениусом, потом идет Ландер и потом с Фьюри, будет бой. Ну, я думаю, что до Фьюри у Джошуа не дойдет, да, действительно, потому что, конечно, это была смешная фраза, кстати, ты видел на пресс-конференции, Джошуа сказал, я устал тянуть на себе супертяжелый вес. Сейчас, типа, он выводит главная звезда хэви-вейта. Я просто думаю, что он не дойдет до этого боя, потому что, что бы он ни говорил, как бы, не бравировал, я все-таки не увидел бою с Елениусом. Знаешь, я, несмотря на то, что говорит Херн в своих интервью, какие он бы не делает заявления, можно посмотреть на это с нескольких вот таких колоколин точек зрения, да, с одной, в общем-то, Херн хочет делать такое крутое шоу, в общем-то, и выжать последние соки из Джошуа, то есть, ну, действительно, как бы, все бои, что может организовать Джошуа до того, как завершить свою карьеру, это, в общем-то, вот в это, а потом, как бы, мы не знаем, что дальше. Прямо передугадывать, да, или можно посмотреть, что Джошуа – это главный такой, главный боевой конь в конюшне, значит, Херна, просто так его сливать, в общем-то, если он его сольет, если Джошуа опять проиграет, то, в общем-то, ну, и может посыпаться вся империя, боксерская империя Херна, правильно? Поэтому можно сказать, что мы очень хотим бой с Вайлдером, но, в общем-то, сделать такие условия, что Вайлдер вряд ли его возьмет, то есть, мы, как бы, они заявляют, что, да, мы хотим этот бой, они держат аудиторию на себе, аудитория хочет этот бой, но этот бой в ближайшем времени не состоится, потому что это опасный бой для Джошуа, то есть, какой-то, я считаю, что, наверное, будет бой с Дюба, если он проиграет Усику, если он выиграет Усика, что вряд ли произойдет, да, но... С точки зрения дойной коровы Джошуа, я согласен, недавно вышел материал такой, и для меня он стал немножко удивительным, ты знаешь, что Джошуа на продажах pay-per-view зарабатывал больше, чем Тайсон Фьюри, самый доходный боксер хэви-вейт это Энтони Джошуа, и у него 8 боев, которые переводили продажи за миллион pay-per-view, а у Фьюри всего 20. Да, знаете, вот хочется добавить, он такого атлетичного вида, от него, значит, женщины просто кричат, рвут на себе волосы, то есть, он нравится, на него приятно смотреть, не мужчинам, но же, хотя, может, каким-то мужчинам на него приятно смотреть, он такой классный боксер выходит, показывает нокаут, и всем нравится, значит, хороший парень пробеждает, плохой парень, который должен проиграть, проигрывать, в общем-то, все довольны, бутмейкеры довольны, никаких себе никаких этих апсетов, но иногда не случается у Джошуа, но, в общем-то, он иногда реабилитируется за них, скажем так, и поэтому, да, у нас такие, как бы, наше мнение, наше мнение, бою-моё, я думаю, что его, в общем-то, сливать не будут, скорее всего, будет бой с Валдером опасный бой, его не будут ему давать, и с Тайсоном Фьюри, скорее всего, просто не удастся организовать, я им не знаю. Знаешь, я вот думаю, с Валдером просто есть репутационный момент, но нельзя постоянно избегать, я думаю, они могут затянуть время, посмотреть, как Уайлдер, к примеру, проведет промежуточный бой, если они увидят, что, типа, Уайлдер подздал, по их мнению, они возьмут. Ну, да, я согласен здесь с тобой, что время играет на стороне Джошуа, да, действительно, Уайлдер не молодеет с каждым годом, и, да, наверное, может быть, они будут его ловить вот так, пытаться, если он себя плохо покажет. Да, потому что, я же говорю, постоянно бегать нельзя тоже, а все равно. Ну, как бегать, ну, они как, они не бегают, они говорят, давайте вот проведем бой, они говорят, да, давайте, а где мы этот бой проведем? И дальше начинается уже, что, хир может сказать, а в Америке я не хочу проводить, мы там денег не заработаем, все-таки это бизнес, а не спорт. Я говорю, хорошо, давайте в Британии, а в Британии там, значит, начнется еще что-нибудь, давайте, как мы будем делить гонорар, а давайте вот послушать гонорар. А это же время идет, время тянется, Уайлдеру надо боксировать, и пока они говорят, ну, пока мы вот обсуждаем, давайте сделаем промежуточный бой, там, для обоих, чтобы не застаиваться. И вот, как бы, время будет идти, 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 и как наступит какой-то определенный переломный момент, они говорят, вот, мы наконец-то хотим этого боя, Уайлдер, выходи, все, мы готовы. Ну да, еще единственный тот момент, если саудиты действительно в начале года организуют этот большой турнир с четырьмя боксерами, тогда, думаю, деваться будет некуда. Хотя мне не совсем понятно, как вообще будет работать этот турнир, то есть, два полуфинальных боя, а когда будет финал, то есть, это... Кстати, это, вот, у меня возникает такой вопрос, я часто тебе его хочу задать. Почему вот профессионалы не могут отбоксировать, как в любителях, через три дня, к примеру, вот такой четверка турнир повозится, почему финалисты не могут через три дня выйти отбоксировать? Вот как ты думаешь, с твоей точки зрения, как профессионал? Были эксперименты, да, были такие профессиональные турниры, там, по три раунда, но, по крайней мере, лет, лет десять назад их точно проводили, я точно знаю, там, по-моему, наш украинский боксер Алексей Мазикин, в общем-то, он участвовал там и даже выигрывал, и они действительно проводились, но, как мы видим, вот, к особой популярности они не снискали, да. А, как бы, почему не проводятся, ну, первое, 12-раундовый бой, потому он очень, как бы, затратный, да, и, как бы, удивительно долго восстанавливаться после такого боя. А проведить три-раундовый, четырех-раундовый бои, как бы, ну, неинтересно, наверное, они не могут определенным должным образом их продать, может быть, как-то вот так. Потому что мы понимаем, если бойцы, когда думал об этом турнире, три-раунда, они там, то есть, они выиграют дистанцию, ну, да. А в долгую дистанцию они сто процентов там, ну, не сто процентов, большие вероятности проиграют. Я просто, когда думал об этом турнире, я думаю, вот это оптимальный вариант организовывать так, чтобы, ну, в короткий срок проводился финал, потому что это тоже может дотянуться. Да, я абсолютно здесь с тобой согласен, я тебя не перебил, и, знаешь, в этом плане, почему ММА и Муэй Тай, в общем-то, выиграют у бокса, потому что они в состоянии организовывать такие поединки, правильно? Они быстро вызвали один день, как ММА и Тай, например, или К1 раньше дрались, да, просто там два-три дня все провели, выяснили, кто лучший, и, в общем-то, все действительно честные жребия и так далее. Ну, как мы видим, в боксе такие физические, в общем-то, наверное, невозможные такие бои, а если, значит, сократить количество раундов, они будут, наверное, какие-то более скучные, и поэтому бокс больше превращается в бизнес, а, в общем-то, такие, ну, такие виды спорта, если можно назвать диму спорта, как ММА, да, К1, они, значит, выходят, потому что они более честные, они более, как бы, более объективные, да, получается, мы реально более объективно получаем, кто лучший из этих ребят, примерно, да, там можно сетовать на жребий. Ну, примерно, да, примерно, да. Все-таки рейтинги UFC, они, как бы, да, более-менее объективные, там, человек на серии побед, ему, в любом случае, дадут титул на бой, ну, как бы, некуда деваться. Да, тут бегать не получится. Да, тут можно выигрывать, выигрывать и в боксе, и это ничего не даст, в принципе, особо. Да, ну, так вот, заключая, завершая, наверное, тему с Джошуей Уолдер, я тоже, думаю, скажу сомнения по бою, что у Джошуи вообще, я вообще как-то не особо вижу шансов у него, потому что, ты знаешь, Джошуя все равно всегда теряется под прессингом, и когда Уолдер налетит на него, я думаю, своими мельницами, как можно угодно это называть, но если... Он тоже не, как бы, не мальчик для битья, да, он налетит на... Да, он не мальчик для битья, безусловно, но все-таки, все-таки, мне кажется, что у него осталось, это травма психологическая еще не от Усика, как многие говорят, а от Руиса, и вот у него есть боязнь, вот это вот, есть боязнь у него пропустить. А когда есть такой момент, то он наверняка пропустит, скорее всего. А пропустить от Уолдера, ну, это как бы уже все-все понимают. Поэтому я думаю, что, да, у Джошуи особо шансов не будет, но это если такой очень короткий прогноз. Если мы с тобой так думаем, то Херн сто процентов так думает, и я думаю, кто ведет еще Джошуа, да, может какие-то люди в тени, они тоже это понимают, поэтому бой, наверное, будет организован. Не будет организован, для организован он так, в общем-то, попозже. Организован он поздно, поздно будет, скорее всего. Да, попозже, да, и как на таких условиях, не выгодные Уолдеру, Уолдер скажет, а я вообще самый лучший, все равно я буду выходить, и, в общем-то, не справиться с этой задачей. Ну, и тем более у Уолдера всегда есть опция боя с Фьюри, мне кажется, эти люди всегда готовы выйти, плюнуть на всех просто, типа, вы там-то судясь, а у нас бой, да, мы еще один. Ну, мы с удовольствием посмотрим. Да, это, кстати, будет крутой бой, в любом случае. Вот, так что вот такой у нас получился небольшой подкаст на тему Джошуа Уолдер. А вообще, на выходных у нас турнир UFC очень крутой, он же мастерник Шона Мэйли, и уже скоро подходит турнир с участием Александр Усика и Данила Дюбуа. Там, кстати, будет достаточно интересный турнир, много украинских боксеров перспективных и не очень, но, в общем-то, не пропустите. Август обещают, конец августа обещают быть насыщенным, оставайтесь с нами, вот Егор у нас по чуть-чуть пропадает, так что, тем более, не пропускайте, не моргайте, как говорят некоторые комментаторы, подписывайтесь на наш канал, на наш Телеграм-канал, на наш Ютуб-канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, ну и пока, всем спорт, пока-пока.